Сегодня товары для школы пропонуют больше 560 гандлёвых объектов в области. Плануется провести свыше сотни школьных базаров. Участка с их уже запрацовала першагожнивня. В Ростовчанка Надея пришла на кермаш дать шкупершоклассницей, как подобрать ранец. У семьи два школьника. Цены, кажут, тут не кусаются. Цена такая 32 рубля. Ну, то есть, и по качеству еще, ну, может быть. Есть дороже 67, наверное. Красивые, но в два раза дороже. С мужем двоем работаем на работах, поэтому собрать абсолютно несложно. Есть ярмарка, есть магазины. Можно выбрать, где дороже, где дешевле. Собрать детей у школы – это выпробование не только для батьковских с дольностью, а и для семейного бюджета. В целом, для подготовки детей в школу необходима сумма от 400 рублей и выше. Для того, чтобы как-то снизить ценовую нагрузку на покупателей, торговые организации предусмотрели различные программы рассрочки, как за счет собственных средств, так и совместно с банками, программы кредитования. Школьную форму выпуска прошлых ред предлагают со скидкой. Торговые организации традиционно предлагают преференции для многодетных семей. Что год социальную поддержку на первые дни нового научного года отримливают шмадзетные семьи. Этой махчимостью уже скоростались больше 13 тысяч семей на сумму коля 1 миллиона рублей. Выплаты продолжатся до вересня. На нее могут рассчитывать детки, обучающиеся в учреждениях среднего и специального учебного заведениях. В размере до 30% бюджета прожиточного минимума, действующего на данный момент, конкретные размеры помощи принимаются решениями местных органов власти в зависимости от финансового состояния региона. А кроме этого будет оказываться адресная социальная допомога с семьям у складанной житевой ситуации, выглядя что месячной допомоги, а бодноразовых выплат. Так само с первых ажнивня стартовала доброченная областная акция БРСМ у школу с добрым сердцем. У ее удельничают более за 3 тысячи волонтеров. Акция делится на два этапа. Первый этап – это сбор канцелярских товаров. Он будет продлиться до сентября, месяца до 1 сентября. А с 1 по 10 сентября активисты нашей организации посетят социальные учреждения, посетят семьи и эти канцелярские товары вручат. Подтримать тех, кто больше за остатник, мая потребу допомозьях, это семьи у складанным финансовым становищем, дети-сироты, можно в гандлевых центрах и универмахах вашего города. Кристина Протасовицкая, Юрий Плинда, Телер, радиокомпания «Брест». Продолжение следует... Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова